192 лыжника приняли участие в забеге на 11 километров. Это самая длинная дистанция сегодняшнего дня. Но и принимают участие в ней достаточно опытные спортсмены. Но не отстают любителей. Тысяча человек приняли участие в забеге на 3 километра 600 метров. 11 километров дистанция непростая. Необходимо преодолеть на лыжах три круга по 3 километра 600 метров. Впереди заслуженные мастера спорта и международного класса. Это сильнейшие спортсмены. Поэтому на лыжне была по-настоящему зрелищная борьба. Но все в рамках спортивной этики. Где-то лыжники помогали друг другу и даже пропускали вперед. Говорят, погода для подобной гонки самая благоприятная. Но вот трасса, по которой проходил забег, заставила поработать. Ты идешь, подработаешь подъем, спуск, ты отдыхаешь. А здесь получается, что идешь, получается, одной техникой в основном. И сегодня 10 километров тяжело бежать, потому что мышцы затекают нигде. Там не отдохнуть, если только поменять ход. А так все отлично. Для нас больше тусей, нежели соревнования. Ну и посоревновались, посоперничали. Приятно с коллегами посрещаться на лыжне и где-то лишний раз побороться. Также сегодня красноярцы стали свидетелями передачи флага универсиады. Его привезли из Алматы, чтобы вручить организаторам студенческих игр в Красноярске. Итак, друзья, ваши аплодисменты. Сегодня для флага универсиады состоится боевое крещение. Честь впервые провести флаг по сибирской земле выпал чемпиону зимней универсиады в Алматы Сергею Коростылеву. На соревнованиях он завоевал три медали и сегодня возглавил колонну лыжников в любительском забеге. В этом году рекордное количество участников, которые заявились на лыжню России. Больше и больше людей занимается активно спортом. И вот эта гонка профессиональная. У нас в прошлом году было 130 участников, а в этом году 200. То есть прогресс идет с каждым годом. Это очень приятно. Есть группа 70 лет и старше. Очень приятно, что здесь есть пара 80-летних спортсменов. Они очень достойно смотрятся на этой трассе. Через два года Краевой Центр примет у себя тысячи молодых спортсменов со всего мира. И подготовка к играм уже идет. И впредь будет только набирать обороты, так как еще много всего предстоит сделать. Большие программы предусматриваются за счет федерального бюджета. Строится одновременно более 30 объектов, в том числе важнейшие спортивные объекты. Уже можно сказать, что Красноярск – спортивная столица Сибири. И это связано не только с предстоящей универсиадой. Интерес жителей к спорту растет постоянно. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. Заряжайтесь позитивно.